Итак, всем трем и доброго времени суток. Это канал Лэйзи Дмитрий. Если тебя каким-то чудом сюда занесло, поставь лайк, дизлайк, напиши какой-нибудь комментарий, а то и подпишись на канал. Тебе не сложно, а мне поддержка. Фух, ну что, продолжаем яростно громить силы тьмы в Средиземье. И тут у нас Эомер и его Рахирима, 10 штук. Так, ну что, сила, очки командования, Эдли Вест или... В принципе, разницы никакой, это просто потренироваться. Давайте, восточный Рохан, Рохан. Рохан. Где очки командования взять? Силу-то я в любом случае наберу. Давайте очки командования лучше, первым делом. Очки командования это количество лимита существ, которые... Ай, черт. И ныне народ Рохана жаждет свободы и мира. Да. Прям жаждет. Итак, собственно, народ Рохана. Не должны быть готовы к войне. Да нет, ну ты издеваешься, а. ...встанут на защиту Рохана. Есть силы, чье присутствие тревожит нашего короля и не дает покоя земле. Так, уничтожить целые силы тьмы. Дополнительно расположите в развальных башнях гарнизон из вольных стрелков. Дополнительно поднимите ранг Кэмэра. И, собственно говоря, сила. Так, это вот у нас такие стройки левые. Это обычная ферма, которая просто приносит ресурсы. Она не умеет сама защищаться, но может произвести крестьян, которых можно использовать в качестве атакующей силы. Собственно говоря, нам сейчас нужны фермы. Так, и все. Как минимум четыре штуки, да? Раз. Два. Хватит еще надо. Пока не хватает. 350. То есть первым делом всегда строим фермы. Потому что фермы — это ресурсы. Ресурсы здесь, ну, сами понимаете. Вот это вот, значит, статуя. Ну, стоимость героя. Это, короче говоря... Я даже не знаю, честно говоря, как она работает. Стоимость героев уменьшается. Плюс 50 броней, плюс 200 боевого опыта. А, поднимает боевой дух находящихся рядом воинов. Ну, в общем, это такой... Вот для таких мест, как эта крепость, в принципе, тема. Если ее охраняют, тем более, вот такие отряды. Суть этих отрядов в чем? Это у нас конница. Это ближний бой. И, честно вам и скажу, ну, в перспективе это полная хрень. Они реально не нужны. Три, да? То есть стрельбище. Колодец. Находящий колодцы воина излечивается, если они не сражаются. Штука нужна. Очень. Гораздо нужнее вот этой статую. Так что оставляем три точки. Одну под колодец. И две под... Производящие мощности. Потому что... Вот, пожалуйста. Собственно, вот так действуют всадники. Шандарах в ущерб собственному здоровью атакуют в лоб. Это не очень хорошо, поверьте мне. Гораздо лучше конные лучники. Намного лучше. Всадники это расходник. Буквально. Даже прокачанные всадники очень легко убиваются теми же пикинерами. Так что смысл в них. Ну, в общем, лучше весь свой ресурс, так сказать, переключить на лучников. А от этих мы сейчас будем избавляться. По-быстрому. Я меру только уровень цапнем. Так, да, по поводу вот этой темы. Вот эта штука. Все крестьяне получают оружие. Это в чем приколюха. Вот эти фермы. Вот эти. И не только. Вот эти вот, неважно. Они умеют производить крестьян. Роханские крестьяне. Если помните, в фильме они были. Такие слегка зачуханные солдатики, которые Роха нахороняли. Типа пехота. Как расходник. В общем-то, неплохо. Умеет ремонтировать постройки. Ой, извиняюсь. Вот эта штука дарует им оружие. Но это можно пока оставить. Вроги рядом. Хорошо. С такой легкостью в целом все происходит. Но обратите внимание, насколько они уже покоцаны все. Опа. Это мое. Ребят, не наглейте. Мы защитим нашу землю. Это мое. Нефиг мне тут. Защитите, защитите. АМР это, наверное, единственный персонаж, у которого на первом уровне повелитель коней. Плюс 100 урона находящихся рядом всадников. Прошу обратить внимание. Всадников. То есть на пехоту это не распространяется. На лучников тоже. Бред полный, на самом деле. Полнейший. Так. Ну, лечилку мы на выход ставим. Естественно. И здесь уже начинаем, значит, стрельбище. И, собственно, лошади. Ну, пока что, к сожалению, все не так шустро, как хотелось бы. Но это ладно. У нас доп-задача. Миндопредитель лазанин башни. Гарнизон из вольных стрелков. Вольные стрелки. Вольные стрелки. Забыл. Ей богу, забыл. Так. Это так называемая второстепенная крепость. Проблема такой крепости в том, что она, в общем-то, беззащитна. То есть, если сюда придут враги, они ее с легкостью возьмут. Очень легко, к сожалению. Ну, что так медленно-то? Вольные стрелки-то вы, что ли? Да, вольные стрелки. Расположить в башнях. Так. Давайте. Поставим все-таки заставу. Будет она у нас деньги зарабатывать. Что очень немаловажно. А вас мы отправим вот сюда. Скачите, давайте. На разведку. Как я уже сказал. Опа. А тут, значит, была какая-то пещерка, видимо. Каких-нибудь троллей. Почему-то с нее не собрали золото наши компьютеры. Но это не важно. Ага. Вот, собственно говоря. Да, это враги. Башню мы сейчас цапнем. Без вариантов. Даже обе. И даже две. О, есть. И вторая его способность. Иисус по-за счет убитых врагов. Очень. Вот это охренеть какая полезная способность. Вот эти трофеи. Потому что, блин, ну. Я даже не знаю. С этого ты реально получаешь деньги. Хорошие деньги. Так, ну что. Две фермы. Раз. Два. Строить тут что-то еще? Смысла? В смысле? Какие крестьяне? А. Так. Тут апгрейдов никаких нет. Да, я вижу. Это вот такая штука, которая очень сильно деморализует твоих воинов. Очень сильно деморализует. Когда на них... Она... Когда этот, в общем, глаз, он направляется на твоих солдат, они деморализуются. У них там минус к урону, еще что-то. Вот. Когда же... Вон, видите, сейчас они пригибаться начнут. Вон, видите, все там пригибаются. Руками закрываются. Когда эта штука направляется, соответственно, на вражеских солдат, то они, наоборот, становятся, так сказать, такими... Ух! Готовыми к бою. Такие крутые все. Прямо как это... А. А, то есть, одну башню надо было занять. А, ну хорошо. Одну. Она двигается на нашей земле. Вперед. БДН еще. Красота. Вот видите, он гоняется за мной. Специально, так сказать, чтобы в бою своих поддерживать. Ну, как говорится, не судьба. Так, вот уже деньги пошли более или менее такой хорошей волной. То есть, со всего добывается достаточно большое количество. У рахеримов есть два типа, скажем так, хороших войск. Очень хороших войск. Это лучники эльфы. Они появятся чуть позже. Вот. Потому что они умеют как в рукопашный бой, так и... Могут как в рукопашный бой, так и в дальний. Вот. Но, как по мне, куда... Мы будем сражаться с этими грязными тварями. Пойду еще с вами. На второй уровень получили. Видите, крестьян очень быстро вырубили практически. Очень шустро. Покажем этим оркам. Мы не так слабы. Ну, в общем, да. А, да, вот, кстати. Если ребята стоят, ничего не делают, у них начинает восстанавливаться количество солдат, которое было изначально. Для этого нужен второй уровень, по-моему. То есть... Так, кстати, а что я... Давайте покажу, как это работает. Крен с ним. Вот берем, вот крестер... А, черт. Ну ладно. Не судьба. Вот если показать, как работает эта штука, то это выглядит вот так. И вот она восстановила одного крестьянина. В целом, крестьянский отряд не сказать, что уж совсем бесполезен. На самом-то деле, если их вооружить и докачать до десятого уровня, да еще и дать им вот все вот эти плюшки, они становятся, в общем-то, довольно-таки полезными ребятами. Как-то не странно. Так. Ага, лучников пока нет, да? Плохо. Что лучников пока нет. Это очень плохо. О, бодрый крыльцик. Сейчас покажу. Опа! Ну, здесь вот сидят у меня теперь лучники. И они сидят очень хорошо. А, вот это плохо. Вон они, стреляют. Но, так себе. Итак, что мы имеем? Смотрим на крестьян. Итак, эту башню мы сейчас потеряем. Потеряем, потеряем. Тут гадалки не ходи. Эти башни, на самом деле, если в них не сидят специальные стрелки с апгрейдами нужными, то есть там на огненные стрелы, еще на что-нибудь, то... Так, давайте, разберитесь с этим. Тут мои солдаты прискакали, и все померли. Благополучно. То есть, я вообще не прав. Очень сильно. Сейчас мои ребята, по-моему, все тут полягут к чертовой матери. Так... Нет, два отряда. Два, все нормально. Сейчас они вот станут здесь и начнут выхиливаться. Ну, а ребята... Эти только делают, что гоняются тут за всеми. Вот, кстати, народ, как видите, хилится, и очень быстро восстанавливается. Очень быстро. Ну, здесь у нас уже стоят башни, поэтому бояться особо нечего. Здесь ребята стоят хилятся, им с них все хорошо, у них все замечательно. У них уже второй уровень. У всех в отрядах второй уровень ознаменовывается появлением вот этого вот... пятого, шестого, точнее, чувака, знаменоносца. Мы сейчас пойдем в атаку. Без вариантов. Все, уже пора. Здесь уже делать откровенно нечего. Надо идти. Ну, то есть, надо заканчивать. Пока... Пока у меня нет всадников, лучников, свои отряды развивать смысл нет. Воюем только тем, что у нас есть. И не паримся. О, так, стоям-ба. Это плохо. Это пики. Мы защитим нашу землю. О, нифига себе. Разбоевались. Обратите внимание, пичники гоняются за всадниками. Они реально за ними гоняются. Пики для всадников это смерть. Ну, как смерть? В данном случае нет, но... Вполне возможно. Давайте, давайте разбираемся. Таймер сейчас сдохнет, по-моему. Так, ребята, давайте пошли в атаку. А тут что-то здесь уже становится скучновато. Надоело, блин. Как бы делать тут нечего. Развивать нечего. Строить особо нечего. Поэтому просто идем в атаку. Все, не паримся. Вот, пожалуйста. Тут наше. Видите, супер. Можно было бы создать еще, например, парочку отрядов. Можно было бы. Но я просто не хочу. Потому что потом их с ними придется разбираться. С этими отрядами. Да, это вражеский лагерь. Можно атаковать. Эти пока пусть сюда идут. А эти ребята разберутся с врагами. Здесь, слава богу, в целом все норм. Единственное, арбалетчики, это, конечно, проблема. Да, это проблема. Все-таки ребята здесь тупанули очень сильно. Они притормозились. И, к сожалению, сейчас будут слегка огребать люлей. Как видите, даже в бою они успевают похилиться немножко, повосстанавливаться. Ничего сверхсложного в этом нет. Но здесь всего один барак, так что все фигня. Ребята тут ломают понемножку. Ну и здесь все, в общем, победа. То есть тут уже можно не заморачиваться. Сейчас надо сломать кто ударил первыми. Зачем? Кто посмел первым ударить? Тут же нет башен. Нету. А кто тебя тогда первым ударил? Собственно, смотрите, вот мы сейчас сломали у орков казарму и все. Считай, орков нет. Если они сейчас новую не построят, им просто нечем воевать. А я хочу захватить здесь. не просто захватил. Все. Тут мы, значит, справились. Давайте быстренько поломаем тут все. Ребята, сейчас немножко тут повоюют. Нет? Не повоюют. Ну, пехота, я говорю, здесь, конечно, очень плохая. А нет, смотри, воюют. А, они пытаются отжать все-таки вот эту вот ферму. Пытаются ее все-таки отщемить, так сказать, в свою пользу, но нет. Здесь справились. Здесь все захвачено. Ферма наша. Как там? Ро, Хан, Параша. Победа будет наша. Кто помнит, замечательный перевод гоблина. Вот сейчас посмотрим. Второуровневые ребята. Против первоуровневых орков. И они просто продувают в легкую. Потому что у них нет прокачки, ребят. У них нет ни этого, ни этого, ни вот этого. Спасать их смысла нет. но я спасу. Мне не жарко. Да, отступайте, балбис. с другой стороны. Чего я парюсь? Ну и зайдись. Пусть лают. Да, их тут очень легко сейчас сдует. Обратите внимание, как эти ребята просто разбегаются во все стороны. Они тараканят, как только могут. Я ж молчу про этого хмыря, который здесь пристроился к башне. Такой адовый трындец, по-другому это не назовешь, блин. Да, давайте, ломать, ломать. Все, заканчивать надо. Он никогда не сломает эту ферму, блин. Он ее будет атаковать, я не знаю, блин, просто, ну ты молодец. Вот это, кстати, глюк всадников. Это очень, это реальный глюк всадников, которые иногда бывает проскакивают мимо цели и начинают тупить неимоверно. Они стоят и ничего не делают. Это один из реальных глюков, что пехоты, что всадников. В общем, вот что они сейчас стоят? Брати не надо. Они стоят, они ничего не делают. Лучники бы начали стрелять. У них, видимо, что-то ломается в их головах. И они почему-то не могут адекватно реагировать. Иногда не могут адекватно реагировать на какие-то ситуации. Но тут у нас, к сожалению, сидит башня с лучниками, которые нам не нужны. Но их тоже убивать придется потом. Ну это ладно. Хрен с ним. Не жалко. Это не страшно, да и не жалко. В общем-то, скучноватая такая получилась. Партия, ну да хрен с ним. Не понял. Опа! А вот это опасно. Обратите внимание, вот эти штуки начали стрелять. У орков есть такая тема, что когда их здания достигают определенного уровня развития, они начинают обзаводиться башнями. Вот такими вот, небольшими. Это здания, короче, производящие здания. Вот как у меня, например, производящие здания, вот видите, третий уровень, оно просто высокое. Ну у него там, по-моему, немножко побольше здоровья, немножко там побольше производительности, побольше здоровья, но не более. У орков, так как у них нет стен, вообще нет. Все-таки здесь хоть какие-то стены. У орков нет вообще никаких стен, поэтому у них все здания, которые, даже все, не только производящие, вообще все здания, которые развиваются до третьего уровня, они обзаводятся башнями и начинают стрелять. И я вас уверяю, вот такой полностью прокачанный город, когда все башни стоят, все здания стреляют, это, ну, такой весьма крепкий орешек, который не так-то легко и взять, честно говоря. Но мы их, естественно, возьмем. О чем вы? Конечно, конечно мы их возьмем. Что вы? Что вы? мы не возьмем. Что бы мы их не взяли? А! Мы их не просто возьмем, мы их уничтожим. Вот. Такие дела, ребята. Я в другую сторону поехал, придурок. Видит он меня. Как это? А-а-а! Извращенец! Вот. Ну, сейчас, кстати, хорошо. Они сосредоточились на героя. Герой все-таки более крепкий, чем обычные солдаты. Но это уже не важно. Я отхилился. У меня в порядке лечилка. И они сейчас просто сливаются, сдуваются. То есть, ну, как я уже сказал, нужен полный сет. Полностью застроенный башнями, чтобы все здесь стояло, все здания были. Может быть, какие-то войска. Тогда да, тогда вот все эти башни, они имеют смысл. Реально имеют смысл. Вот. Но просто вот так сами по себе эти здания. Ну, нанесут они какой-то урон там. Чутка, да, чутка, так сказать, подгадят. Но не более того. Это не слишком, ну, как бы это сказать, приятное дополнение, но не более того. Ни в коем случае ни имба и ни какой-то чит. Никак вообще. Ни разу. Вот, собственно, так мы и победили. Сейчас будет красивый кадр. Люблю так делать. Знаете, чтобы тебе в сайте так въезжали просто в кадр. Откуда-то проскакивали. Ну, вот так вот. Опять же. Очки. Непонятно, зачем нужны. Зачем-то нужны. Блестящие, блядь. Как вас арестовали? Блестящие. И, по-моему, сейчас будет еще одна миссия за Элмера. По-моему, да. Да, Раханман стояли. По-моему, будет еще одна миссия за него. А нет, смотрите-ка. Эльфийская земля Лот-Лорен издревле была местом, где царили красота и покой. Ныне этим землям угрожает Сауру. А, все, все, все. Все, вспомнил. Ну, на угрожающего Сауруна... А-а-а. А, нет. Да, на угрожающего Сауруна мы будем смотреть в следующем видео. Так что, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Рассказывайте о нем своим друзьям, делитесь в соцсетях, распространяйте всеми возможными способами. Ссылка на плейлист, на поддержку канала, на группу ВКонтакте, как обычно, написано под видео. Ну, а пока, всем пока-пока и до встречи в следующем эпизоде наших с вами... нашей с вами войны, великой войны, бобра против... А-а-а... Света против зла. Да, извините. Все. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok